Давайте начнем с этого места. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на промышленном аграрном объединении Массандра филиал Суда. Наш головной завод находится в поселке Массандра, что в 3 километрах от Большой Ялты. Головной завод был построен за 3 года, с 1894 по 1897 годы было строительство. Это был первый тогда в России подземный завод туннельного типа для производства и вывешки десертных листововых вин. Расстроен он был под предводительством Льва Сергеевича Голицына, в том числе и легендарная башня с часами, которая и по сей день символизирует само виноделие этого крупнейшего комбината. Коллекция вин Массандры составляет примерно 1 миллион бутылок. Она является крупнейшей в мире и была занесена в книгу рекордов Киргиза. Массандровские марочные вина, они обладают высоким качеством вкуса, аромата и букета. Из-за этого на международных конкурсах получили более 300 медалей. 10 гран-при и 6 супер-гран-при. Самое именитое выпускаемое сейчас вино Массандры это мускак белый и красного камня. Это десертное вино легендарное, которое дважды побеждало в номинации «Лучшее вино мира» также на международных конкурсах. Ассортимент Массандры составляет около 100 наименований вин. В год мы выпускаем примерно 10 миллионов бутылок. Чем, конечно, славится Массандра, так это десертными и крепленными винами с вывешкой в дубовой таре от 2 до 5 лет. Кроме головного завода, который находится в Ялте, вдоль Черноморского побережья расположились еще 8 филиалов от Фороса и до Судака. Протяженность виноградников 200 километров, общая площадь 4000 гектаров. На этих территориях произрастает и возделывается 30 технических сортов винограда. Технический сорт, из которого готовят вино. Теперь о нашем судакском филиале. Состоит он из двух заводов. Завод, на котором мы с вами находимся, это завод первичного виноделия. Сюда виноград привозят в свежем виде. Здесь он перерабатывается и здесь мы получаем готовый виноматериал. И завод вторичного виноделия. Он находится здесь, недалеко, вот другой, по дороге в Алужду. Там виноматериал только на выдержке в дубовой таре. То есть переработка только здесь. Уборка начинается ориентировочно в начале сентября. То есть вот совсем скоро она уже начнется. Сначала, в первую очередь, убирают виноград на суки и вина. Такие сорта, как олигатер, кацетели, савиньон, семеньон, кокур. Далее, уже двигаясь ближе к глубокой осени, виноград убирается с сахаристостью 20% и выше. Это уже на крепленные вина, на портвейны, на десертные вина. Почему мы за сахаристость говорим? Не будет у нас сахара, не будет в итоге проживания спирта. 1% сахаристости дает нам 0,6% спирта. Уборка, как и раньше, происходит вручную. Идет человек по межную ряду, срезает гроздь винограда и складывает ее в ведро. Далее уже высыпает в кузов трактора. Трактора к нам на завод проезжают через главные ворота, вот через эти. Обязательно через промышленные весы проезжает эта пластина металлическая внизу. Видите? Здесь во дворике трактор разворачивается и задним ходом подъезжает к приемному бункеру. Их у нас 4. И вот они пронумерованы. Можем поближе подойти с вами, посмотреть. Это приемный бункер. А здесь внизу находится шнек. Все автоматизировано. Оператор нажал кнопку, виноград начинает вращаться, и виноград поступает дальше. Вот там отверстие, видите, на дробилку гребнеотделитель. Когда вы съедаете гроздь винограда, у вас остается кисточка в руках. Эта кисточка называется гребень в виноделии. А дробилка, гребнеотделитель, это такая мощная центрифуга. Она с большой скоростью вращается, и виноградная ягода отлетает от гребня. Гребень у нас по транспортерной лестнице выходит вот в этот контейнер. Потом они прям не вывозятся на полик. А дробленые ягоды поступают в несколько ягод. Мы можем подойти к смотровому окну по 2 километра. Здравствуйте. Вот они, дробилки. Ну, она закрыта, не видно там, борода внутри такой, если не касается. А боку внизу несколько ягод. То есть, куда-то не броско стекает. Помните, у вас есть альфрофлабенты, если так, остановить. То есть, билеток, попросить к самому. Ну что ж, это стекатели и прессы. Их также 4. Вот сейчас 4, 3 старых, видите, а 4-й уже новую установили. Модернизация у нас небольшая на заводе. Сейчас я вам расскажу, как мы готовим белое сухое вино. Молодое, которое не выдерживается в любой таре. Вино мы готовим двумя способами. По белому и по красному способу. По белому у нас ходит чистое виноградное сусло. Сусло, это виноградный сусло, да? По красному способу сусло ходит на мязге. То есть, вместе с косточкой и с кожурой. Так вот, белое сухое мы готовим по белому способу. Поэтому белый виноград у нас из мязгаямы. Перекачали мы на стекатели и прессы. Шнеки, стекатели, вот они два, видите, внутри находятся тоже. Начинают вращаться. И примерно 50% сусло стекается у нас по себе уже. Это виноделие самое ценное, самое ароматное, самый первый наш виноградный сус. Называется он сусло самотеку. Мы его забираем для нашего вино. Далее он пресса. Пресс спереди будет в другую часть. Существует три давления. Сусло первого давления мы также забираем. Сусло самотек и сусло первого давления используются для приготовления высококачественного винограда. А уже сусло второго, третьего давления, последнее, что дожимает пресс, называется это ребежи. И ребежи уже добавляются в крепкие вина без выдержки в дубовой талии. Такие как портвейная лужта, портвейн-бурзуш, далее десертные вина, мускатели, знаете. Наверное, ребежи тоже туда добавляют. А мы с вами готовим молодую суховину, да, поэтому забрали сусло самотеку, отделили и сусло первого давления. И перекачиваем в броню на отделение, вот сюда. Состоит оно из 30 емкостей нержавейки, водонейки, чуть-чуть, за окнами. Объем каждой 2000 декалитров. Один декалитр, это 10 литров. Наше сусло примерно сутки там отдыхает. Далее мы добавляем в него чистую культуру винных дрожжей. И начинается у нас брожение. Дрожжи, это живые организмы, которые питаются сахаристостью винограда. Когда она заканчивается, то, соответственно, дрожжи погибают. Ну, и водоносадка падает на дно. В итоге мы получили какую-то объемную долю спирта. У белых сухих-то 11-12 в основном. Теперь в два этапа мы сусло снимаем суток осадки. Это можно бесконечно делать, снимать, снимать. Он постоянно будет образовываться. Поэтому винматериал далее оклеивают. Что это означает? Добавляют в винматериал вещество под названием бентонит или бентонитная глина. Она запаривается в кипятке и добавляется. Вот это вещество уже абсорбирует все ненужные нам частицы пыли, остаток винных дрожжей. То есть вот после оклейки уже винматериал светлый, прозрачный. Теперь в один этап с бентонитом мы снимаем винматериал. И на этом наше белое сухое готово. Во времени это занимает примерно 3 месяца. Все эти процессы. Если в сентябре убрали, то к новому году мы уже ориентировочно готовы. Разливочная линия у нас сейчас одна. Находится она в Ялте, на головном заводе. Здесь раньше была тоже линия разлива, но в 2016 году она была закрыта. Поэтому сейчас со всех пилиалов винматериал свозится именно туда для разлива по будинкам. Вот непосредственно виновозка приехала. Мы еще фильтруем, получается. Подсоединили к фильтру и пропустили винматериал. Красная сухая почти точно так же готовится. Все те же этапы проходят. Только оно у нас будет по красному способу готовиться. Поэтому красный виноград из мезгой ямы сразу перекачиваем в родильное отделение. И брожение сусла происходит на мезге. У каждого вина свое время. Брожение на мезге, настаивание на бентоните. У каждого вина есть своя технологическая карта. То есть в лаборатории все это отслеживает. Немного вино настоялось сусла, вернее, на мезге. Потом мы перекачиваем опять уже на стекатели и прессы. Также отделяем уже сусло самотек. И сусло первого давления наслоенного. И опять отправляем в родильное отделение, где уже сусло дображивает. То есть полностью настоящее. И далее все те же процессы. Это сухие так вина готовятся. Уже портвейные, десертные вина. Независимо какие они. Белые, розовые или красные. Они все готовятся по красному способу. Получается у вас что красное, что белое в одних и тех же емкостях, да? Нет, нет. Разные тоже? Да, да, да. И сейчас в этом отделении готовятся, не в данный момент, не имею в виду, в последние годы, авторские вина. Может быть в магазинах фирмы обращали внимание. Авторские вина премиум класса. То есть там уже новая технология. Подведено охлаждение к емкостям. И брожение происходит медленно. За счет того, что 14-16 градусов. Выше не повышают температуру, не поднимают температуру. За счет медленного брожения появляются новые нотки в руке, где вина. Здесь уже в эти вина идет отборный виноград. И при брожении косточку отбрасывают. Поэтому в итоге получается более мягкий вкус у вина. Вкус, соответственно, ценовая политика. Поэтому мы слышим косточку в вине, она не слышна его. И сейчас кажется, это вот в этой ситуации. Да, да, да. Ну, что ж, сейчас мы с вами пройдем на территорию уже, где вина готова. Сюда мы сейчас с вами вернемся. Пойдемте. Погнал, а все равно. Как сделать, раз мы с вами. Вы получаете, что это полностью добавляет. Да? Да. Активовик вернулся? Рептификовым. Нет, мы не можем. Это у нас практически вина. А вот в рожную вина, что-то чего. Ну, вот сейчас смесь идет белая. Да, я тарган голубая. Ну, вот, есть также цепажные, там, где-то красные. Немного добавки. Вот, розовый, как-то, по-другому добавок. Очень много. Вот эта территория вся за белым забором. Здесь находится железобетонный квадратный. Емкости уже объемом большим 4-5 тысяч бехолитров. Вот здесь как раз вина, и красные, и белые. Ну, все готовятся. И водят здесь они на бинтоните, и выдерживаются. Бочек на подобную луфту маленькую похожи. Вот они, блядок. Их тут около 40. Внутри этой емкости малярованная. Есть люк сверху. Снизу уже внутрь забирается человек. Изнутри отпаривает ему эту емкость. А вот так выглядит фильтр. Их несколько на заводе. То есть фильтруют через такие фильтры. Там идут еще такие одноразовые вкладыши, как прессованный картон или губка. Получается, разное время года, где они оттроют при разной температуре в этих бочках? Ну, вот в сентябре начнется все уже. И вот, ну, какая температура. Здесь не холодно еще. Эти все процессы до декабря как бы завершились. Сколько примерно по времени они выросли? Ну, разные вина по-разному. Ну, я же говорю, к Новому году примерно. Молодые вина уже готовы. И розы, соответственно, к Новому году уже происходят. Поделитесь нашим подвар. Ага. Ну, большие. Малкостью. Виноградники Массандра, они сейчас, ну, как говорили. Ну, как говорили. Виноградники Массандра. Ну, как выражаются молодые винаградники. Вот в сторону Симферополя 25 километров. Массандра тоже Массандра. Там территории уже большие. Даже в Судакской долине, Маша, здесь 600 гектаров. А там больше площадок. Я слышал, что у Меса висе некоторых собирали, да? Виноградники жители, кто выращивал, наверное, русские. Не знаю. Поэтому некоторые такое поверье делают здесь, как у него здесь что все вина, которые тут существуют, это как Массандрские. У нас все собирают индивидуальное время с всего Крыма, по сути. Это мы с вами подошли к старейшему подвалу Крымского полуострова. Он небольшой, неглубокий, но этот подвал, он был самым первым, построенным на Крымском полуострове для хранения и выдержки вина. Сейчас мы его не используем. Несколько лет уже ждем ремонта. Можно его починить. Какая красота. Это у них объем у таза, да, на каждой босине? Да, верхняя цифра, таза. Параллельно проходит второй такой же туннель. В этом у нас скранятся бочки. Бочка идет примерно до 800 литров. И отверстие есть только сверху у бочки. А в соседнем уже буты. Бут – это бочка просто больших размеров. И у бута уже есть отверстие здесь. Уже туда внутрь забирается человек, отпаривать бочку. Ну что ж, как известно, культуры виноделия и виноградарства в Крым привезли именно древние греки. Но в зависимости от того, кто завоевывал эти территории, это все сказывалось на тех или иных культурах, которые здесь произрастали. Так, если греки, они были прогрессивными, да, в виноделии и виноградарстве, то за времена правления турков, это ровно 300 лет, во времена Крымского ханства, с 1474 года по 1774 года, за это время они практически уничтожили все технические сорта винограда. Так как турки проповедуют ислам, ислам, он запрещает им принимать в пищу продукты брожения, поэтому они в основном выращивали кишмишевые сорта винограда и изготавливали из них изюм и бекмес. Это такой варистый виноградный сок. Но все поменялось через 300 лет, когда в 1774 году русские войска освободили Крым. И далее, через 9 лет, в 1783 году это было, когда по приказу Екатерины II Крым присоединяется к Российской эпиле. Именно с этого момента, с этого времени, виноделие и виноградарство в Крыму обретают свое новое звучание. И с миссией возрождения этих двух культур в Крым отправляется фаворит Екатерины II, светлейший князь Потемкин Таврический, так его называли, Потемкин Григорий Александрович. Он заказывает из Венгрии 21 тысячу токайских лос-винограда. Приезжает он сюда не один, с ним еще приезжают два специалиста по виноделию и виноградарству, Бимболаза и Иосиф Банк. И здесь они начинают разводить эти токайские сорта по всему Крыму, высаживая их, и изготавливают из них вином. Еще существует такой факт, что именно судак Потемкин хотел сделать столицей Крыма из-за его географически удобного расположения, как он считал. Именно в это время начинается строительство этого подвала. Построили его за два года. Из архивных данных он прорывался в небольшом холме. Холмик шел с той стороны сюда на спуск. Мы когда с вами внутрь пройдем, перед дегустацией зайдем еще в небольшой наш музей. И там вы на макете все посмотрите наглядно, как выглядел он. Сверху еще была надстроена давильня и немного дальше, в ту сторону, очень красивая виногурня. Оно во время Великой Отечественной войны всю надземную часть разбомбили, разрушили, и никто, к сожалению, ее не восстановил. Именно здесь, в этом подвале, Потемкин начинает свои первые опыты по производству и выдержке вина. Но в 1787 году в Судаке было сильное наводнение. В течение четырех дней лили ливни, часть растительности, виноградники, деревья, все смывало в море. И тогда затопило этот подвал. Разрушения были значительными. Потемкину, к сожалению, уже не удалось этот подвал возобновить. Как и его мечтам и планам уже не суждено им было сбыться. В 1791 году он скончался. И какое-то время этот подвал стоял разрушен, заброшен, никем не использовался. Пока по приглашению Петербургской академии наук в Крым не приезжает немецкий ученый Петр Симон Палас. С 1795 года Палас селится здесь, в Судаке, и начинает также заниматься виноделием и виноградарством. Приходит он к такому выводу, что Судакская долина благоприятна своими климатическими и почвенными условиями для выращивания здесь винограда. Поэтому он ходатайствует перед правительством Екатерины II о создании здесь первого тогда в России императорского училища по виноделию и виноградарству. Ну и Екатерина, она всегда приветствовала науку, поэтому, конечно, ему разрешили это сделать. И уже в 1804 году, здесь недалеко подножье горы Ай-Георгий, в урочище Ачеклар, открывается первое тогда в России училище по виноделию и виноградарству. Вокруг него строится примерно 40 домов, проводится вода к училищу из святого источника Ай-Георгий, потому что в действительной деле там, естественно, должно быть большое количество воды. В год на содержание училища выделялось тогда 5000 рублей, на то время очень большие деньги. Начальный срок обучения составлял 10 лет. Когда это училище открыли, то эти самые подвалы по прошению Паласа были переданы ему. И ученики Паласа здесь обучались, практиковались, исправляли какие-то ошибки и недочеты, допущенные Потемкиным в его время. В научной и преподавательской деятельности Паласу помогает тогда видный ученый, ботаник-энтомолог Христиан Христианович Стевен. Стевен он в дальнейшем переезжает в поселок Никита и становится первым директором Никитского ботанического сада. После смерти Паласа Сюдакское училище просуществовало относительно недолго. У него было несколько владельцев после него. И постепенно оно все-таки пришло в упадок. И уже в 1828 году по приказу генерал-губернатора Воронцова Сюдакское училище закрывается. По некоторым данным это было в 1847 году. Всех специалистов из него переводят тогда вновь открывшееся известное Магарачское училище по виноделью и виноградарству. Через некоторое время эти подвалы переходят по наследству военно-морскому министру Николаю Семеновичу Мордвинову. И специалисты Мордвиново, здесь занимаясь виноделием и виноградарством, вводят такие новшества. Как рядовая посадка винограда, которую мы видим сейчас вокруг нас. Они ограничивают полив виноградника и вводят обрезку лозы. До Мордвиново виноградные кусты на участках высаживались в шахматном порядке. А куст формировался таким образом, что лоза растягивалась в разные стороны. От куста по кругу. Получалась такая чаша. Эта формировка куста так и называлась. Судакская чаша. Название сохранилось еще в садичных времен. А Мордвинов, конечно, упростил и агротехнику, и сбор, уважаемый, и полил, соответственно. Есть такая шутка даже. Мордвинов был человеком военным, плотоводцем. Поэтому все должно быть параллельно и перпендикулярно. Даже виноград. Но теперь уже поговорим, когда был построен наш завод. Это было в 1921 году, как раз после Великой Октябрьской революции. Построили его как раз вокруг этих подвалов. Первым руководителем и директором был назначен тогда революционный матрос по фамилии Беляк. Перед молодым хозяйством стояли, конечно, тяжелые задачи. Нужно было развиваться по неизведанным социальным принципам. Но опыта молодого руководства тогда еще не было. Тем более в то время действовал сухой закон в стране, сбыт вина был затруднен. И виноградники находились в запущенном, в заброшенном состоянии. Но революционный энтузиазм в организаторах хозяйства и опыт привлеченных специалистов из дореволюционных хозяйств творили чудеса. И уже к 1930 году совхоз с его отстал крепким хозяйством с передовой на то время агротехникой, технологией виноделия и, конечно, высокой выраженностью винограда. Здесь с даты основания в течение четырех лет проработал внучатый зять Голицына, это Глонтик Александр Петрович. Также внук Стевена в течение семи лет с даты основания здесь проработал. И потомок известной французской династии виноделов Дьяков Константин Петрович. Это были виноделы в практике не в первом поколении, которые знали толк в этом деле, поэтому они добились высоких результатов за короткий промежуток времени. Ну вот такая интересная история. И немного в завершении исторической части добавлю еще. Я думаю, что именно Судак можно считать сердцем крымского виноделия. Ведь именно в Судак с подолину древние греки впервые привезли виноградную лозу. Именно в Судаке был построен первый подвал для хранения и выдержки вина. И именно в Судаке было открыто первое училище тогда в России по виноделью и виноградарству. Поэтому добро пожаловать в Судак, в сердце крымского виноделия. Это перед вами легендарная Мадейра. Свое название это вино получила от португальского лесистого острова Мадейра. По легенде в 1894 году на острове был большой урожай винограда. И было решено отправить на продажу в Индию. У нас залезли в путь 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 в путь. По пути от острова до Индии корабль обогнул Африку и дважды пересек Аквадар. То есть пути он пробыл несколько месяцев, может быть больше. Когда корабли коснулись берегов Индии, то стало известно, что заказчик в то время ушел в него, к сожалению. Наследники отказались выкупать это вино. Поэтому капитану пришлось груз везти обратно на остров. Соответственно, такой же путь он и обратно проделал. Когда вино оказалось на острове, вернулось обратно, то хозяин, конечно, решил, что он полностью обанкрочен, и у него даже появились мысли о самоубийстве. И перед смертью он попросил принести бокальчик этого вина. И когда вскрыли бочки и наполнили бокал вином, то вокруг просто появилось такое благоухание. И окончательно мысли о смерти покинули хозяина, когда он сделал первый глоток этого вина. То есть Мадера поменяла и вкус, и цвет, и букет, и аромат свой. На собрании виноделов подняли такой вопрос, что же повлияло на улучшение вкуса вина, на улучшение его качества. И они решили, что это морская качка. И они сразу же соорудили качающиеся стеллажи и стали качать бочки. Качали, 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 качали. Но эффекта это, конечно, никакого не дало. Пока в одну просветленную Мадеру испанскую голову не пришла гениальная мысль, что Мадера – это благодать Божья, посланная морякам за все страдания, испытанные ими в нелегком плавании. И бедные испанцы длительное время готовили Мадеру таким образом. наполняли бочки вином и катали их на верхних палубах кораблей до экватора и обратно. До тех пор катали, пока еще одну испанскую голову не пришла мысль, что пора с этим заканчивать все-таки. Влияет все-таки на Мадеру тропическое тепло, которого в достаточном количестве можно получить и на острове. Поэтому стали выдерживать уже бочки просто на открытых солнечных площадках. Без катания. Да, без катания, конечно. Ну, собственно, так мы теперь и готовим Мадеру. В конце декабря, когда мы уже получаем готовый винматериал для Мадеры, уже крепленный спиртом, мы заливаем его в эти бочки и полгода Мадеру не трогаем. Через полгода мы ее первый раз переливаем. Это делается для того, чтобы добиться однородности винматериала, потому что процесс модеризации в каждой бочке протекает по-разному. Из разных объемов, вот верхняя цифра, также это объем бочки, разные ярусы. А когда мы перелили в общую емкость, мы добились однородности. В это время обязательно делают лабораторный анализ, проверяют, все ли в норме. Эти бочки у нас на заднем дворе отпаривают, возвращают их обратно, и вино опять туда заливается. Мадера крымская готовится таким образом 4 года, то есть 7 раз мы ее успеваем перелить за это время. Вообще, Массандра готовит 4 вида Мадеры. У каждой Мадеры разная сахаристость, разный объем спирта, разные годовые держки. Но способ приготовления только такой. То есть Мадера всегда греется на солнышке, под нашим крымским солнышком, гучем, с нашими небольшими крымскими морозами, ветрами и дождями. Ну что ж, легенду Мадеры услышали мы, как зрители. Здесь 70-летие организации нашего хозяйства. В 1991 году все материалы собирались нашим местным краеведом, Саламатовым Виктором Филипповичем, который очень любил свое дело. Вот так вот, собственно, выглядели эти подвалы. Вот первые мы в нем были с вами. Вот такая винокурня. Ее восстановили в таком виде, как она была. То есть фотографии остались. А здесь те личности, о ком я вам рассказывала. Можете посмотреть 10 минут. Я сейчас вам готовлю, все разорью и вас позову. А Садко, крепкий напиток, это что, водка? Диорама. Крепкий напиток, знаю, что Садко. Сорок рыжий. Водка была вода. Просто крепкий напиток. Самогон, короче. Ага, крепкий напиток. Смотри, как раньше надо было. Сейчас так смотри, меня делать, да? Она, наверное, хорошая. Спектр. Как будто настоящая, конечно, живая. Ветражи, красивые, мне нравится. У! У! Я не знаю, что это будет хорошо. на зале выполнена древнегреческом античном стиле все картины и витражи которые вокруг вас все что на них изображено это все фрагменты праздников которые назывались дионисии в честь бога вина диониса после сбора урожая на олимпе древние греки таким образом их отмечали у них проходили шествия переодевания в шкуры козлов они почитали очень это животное воспевались дифирамбы дионису вот кстати сам он еще в младенческом возрасте восседает уже на дуговой бочке справа от меня его отец это верховный бог зевс и слева это его мать земная женщина семела так как она была земной женщиной то дионис полу-бог получеловек и так сегодня мы с вами продегустируем 9 образцов вин перед вами 10 бокалов 9 из них вино 10 бокал это вода начинаем дегустацию слева направо свина светло соломенного цвета последовательность вин у вас такая же как и в центре стола в бутылках а можете доставать свои билетики там какие-то пометочки нужно для вас информацию можете фиксировать что же такое дегустация термин gustus в переводе с латинского означает вкус или оценка вкуса но в дегустационной оценке принимают участие и другие органы чувства такие как зрение обоняние и осязание при дегустации английских вин еще и слух принимает участие поэтому правильнее сказать органолептическая оценка так обычно говорят виноделы вообще пить и оценивать вино это признак высокой культуры человека вино нужно употреблять красивой обстановке за нарядным столом и обязательно наливать его в изящные бокалы мы будем считать что у нас для этого есть все условия поэтому можем приступать берем наш первый образец это сухое белое как кур берем бокальчик за ножку вина у нас тепла не любит поднимаем на уровне глаз и немного наклоняем бокал так хорошо можно рассмотреть его цвет прозрачность все его оттенки цвет как я уже говорила светло-соломенный теперь немножко всколыхните ваш бокал и все ароматические вещества начинают оживать и подниматься кверху к основанию горлышко бокала концентрируясь тут достаточно сделать несколько вдохов это кокур да здесь медовые оттенки есть сорт винограда кокур белый которого больше всего в судахской долине здесь яблочные грушевые оттенки полевые цветы какие-то легкие нюансы пряности кокур в переводе означает душистый и прям теперь наконец-то можно сделать глоточек до 1 но не торопитесь глотать сделайте несколько жевательных движений как бы помойте всю ротовую полость после того как проглотили постарайтесь делать глубокий вдох через рот а выдохните через нос когда вы таким образом дегустируете как гаражовое вино вы сможете просто больше оттенков почувствовать здесь низко кислотный вкус но очень сочный яркий с фруктово пряными нотками в послевкусии остается незначительная горчика это вино подается охлажденным до 9 10 градусов подают его как аперитив во время приема пищи он подходит к блюдам из белого мяса из белой рыбы к легким закускам здесь объем спирта 12 процентов сахаристости 0 возможно кемерийцы или сарматы сюда с поклажей пропотевших шкур лозу случайно привезли когда-то и с этих пор живет в крыму капу вставали стены разрушались своды свинел булат и мор людей косил менялись государства и народы а он в дома достаток приносил сегодня я вам несколько стихотворений буду зачитывать это не просто куда-то я их там нашла да их писал наш главный инженер который проработал здесь 25 лет его к сожалению нет уже в живых но он оставил себе такую память он таким образом в стихах описывал каждое вино каждый сорт винограда писал про труд виноградарей которую очень хорошо знал уважаем поэтому я думаю вам будет приятно ну что же переходим к нашему второму образцу это сухой розовая мускат цвет вина ярких розовых оттенков но может меняться в зависимости от года урожая может быть более светлых оттенков розовых мускат да здесь в аромате слышатся мускатные тона а это именно аромат чайной розы красных ягод малины барбариса букет вина очень яркий насыщенный но когда вы делаете глоток то это вино но по вкусу очень спокойная мягкая нежная выраженной кислотности в нем нет но хорошо подходит к фруктам к блюдам из азиатской кухни подается также охлажденным до 9 10 градусов так вино лучше раскрывается и его намного приятнее употреблять здесь также объем спирта 12 процентов сахаристости 0 это вина сортовые мы сейчас с вами пробуем то есть название вина идет о сорту винограда здесь только как урбил судакской долине его больше всего произрастает более 60 процентов здесь только мускат розовый переходим к третьему нашему образцу это сухое красное мерло сорт винограда здесь также один красный мир цвет вина уже плотный насыщенный темно-бордовых оттенков с гранатовым отливом после каждого образца делайте либо клоточек воды либо съедайте кусочек печенья здесь в аромате слива кизил кизилу чувствую смородина до смородиновые нотки кстати во вкусе сбалансированная кислотность такими мягкими танинами танин это вещества которые придут терпкость терпкость вязкость это вино уже очень хорошо подходит к местным запускам сколько выдержки в нем это не выдержанные вина это вот первые три у нас идут молодые без выдержки я никому никогда не знаю что такое может быть да это вот который по красному способу который я вам объяснял сухой вина как готовится очень хорошо к шашлыку подходит ну сухие красные вина они особенно полезны для нашего организма во-первых они способствуют конечно легкому быстрому расщеплению пищи и если нет никаких проблем до заболеваний желудочно-кишечным трактом то вот ежемерное употребление сухого красного вина благоприятно в умеренных количествах добавлю по моему 175 грамм если не ошибаюсь норма да то у русских людей обычно нет как-то у нас сюда мало ну да и у каждого свое умеренное и желательно так разве здесь также объем спирта 12 и сахаристости 0 это мы с вами продегустировали ординарные вина то есть делятся по возрасту на ординарные то есть молодые и на марочные марочные то уже выдержаны то есть это были ординарные у нас массам для чтобы вы да сразу увидели бутылку и уже будете ориентироваться немного на ординарных винах год урожая всегда пишется на лицевой этикетке то есть это молодой не выдержанной а далее мы с вами перейдем уже к марочным вина марочная означает что она выдержана в дубовой таре здесь вот урожая уже пишется на контур этикетки а на лицевой есть полосочка где указана выдержка в годах то сколько лет было выдержано в дубе и наш четвертый образец это уже пойдут все крепленные вина то есть здесь содержание спирта было природное здесь уже крепко а наш четвертый образец это белое крепленое вино с выдержкой в дубовой таре 4 года херес массандра это уже крепкое вино цвет благородный золотистый янтарный с зеленоватыми оттенками в аромате чувствуем мы уже до ореховые здесь нотки до коньячные оттенки до горький миндаль сушеная полевая ромашка с горчинкой жаная хлебная корочка такой жженый каленый орешек вкус очень пикантный обжигающий обволакивающий в послевкусе остается длительная хересная солоноватость после вкуса длительная очень никого напитка здесь объем спирта 19 с половиной а сахаристость 25 граммов на литр это вино еще называют мужским коньяком как-то женщина его обычно по достоинству но кстати это вино у него наибольший потенциал бутылочной выдержки вот я вам ранее рассказывала что в коллекции массандры есть вино которое уже более двухста лет это испанский херес для фронтера то есть название херес шлот испанского города херес для фронтера вот и в коллекции осталось уже три бутылки было их 5 изначально на аукционах две уже ушли бутылки до остались вот она очень хорошо себя ведет в бутылке именно вот херес вино 1775 года уважаем да это уже марк это вот это который мы пьем 1775 да мы такое наверное не попьем посмотреть вот мы ездили недавно смотрели за решеточка не на черный доктор он приезжал была первая руборка там 15-20 лет каждый сберлуском это это вот и наливали вообще так ну что ж будем переходить к пятому нашему образцу это модера крымская вино которое зреет под солнышком или путешественница наша которая каталась у нас по морю это белое крепленое вино с выдержкой в дубовой таре 4 года на открытой площадке на выдержанный херес поход да такой цвет карамельный коньячный может тоже отличаться в зависимости от года урожая от походных условий все влияет да да может немножко цвет абсолютно действительно не нужно конечно это будет уже какая-то вино в аромате мы чувствуем здесь уже плодовые оттенки это курага сушеная сладкая ива также жженый орешек ванильно коньячный тон в модере есть вкус приятно жгучий а в послевкусе остается нежная сладость совсем ненавязчивая здесь объем спирта 19 сахаристости 40 граммов на литр а модеру называть женским коньяком сладенький потому девушки любят сладенькая не все конечно основной сломать и крепенько сладенькая крепенько по ценам известны из белых полусладких но не выдержанных моего известных нет известных у каждого свой вкус в основном получает пользу популярностью белое сухое красное сухое и розовое тоже берут полусладкий да есть тоже полусладкий как-то он самый ароматный что ли душистый вот если сравнивать с алиготе шардоне то вот кокур как-то больше более ароматный соленые ветры умело сорвут за поклоном поклон не девочкой женщиной зрелой вино привезут в лиссабон горчит как волна океана ее поцелуй на устах она легка и желанна и всякой слащавости враг и встретит народ изумленно не в силах восторг превозмочь приемную дочь посейдона и солнце любимую дочь вот так описывал наш поэт Василий Павлович Рыков Мадерра походу под действием Мадерры так вот описал да впечатлился Мадерра кстати была любимым напитком Максима Горького Пушкина и Распутина самый крепкий херес который мне дал его спробовать 408 грамм это смиропублическое содержание Херес Петр Хименес вот там конечно варенье варенье 0,7 бутылочка с таким содержанием сахара можно хоть ложку его есть его вот чтобы пить в честном виде это не знаю там такие маленькие вот клоточки дело приходится там чуть-чуть не по капелькам пробовать чтобы конкретно не связало все во рту что можно там выдержка у него тоже довольно приличный где-то 15 по-моему слышалось он черный полос черный мы его два раза пробовали просто никак не сновидеть не могут привыкнуть потом так пришлось отдать слишком сахаром так ну что ж будем переходить к портвейнам с портвейнами многих людей нужно знакомить потому что когда я говорю это слово даже консультирую в магазине кого-то сразу у людей такая реакция неоднозначная конечно ну сравнивают да я говорю ну что это же не так конечно наш шестой образец это портвейн белый сураж его готовит наш филиал здесь мы его выдерживаем в дубе выдержка три года в прохладном подвале цвет вина золотисто-янтарный в аромате мы чувствуем медово-пряные тона также курага белый инжир айвовые нотки ореховый вкус очень мягкий приятный гармоничный довольно запоминающийся здесь объем спирта у нас 17 с половиной сахаристость 95 граммов на литр тот же сорт винограда кокур белый что и в первом образце только на сухое вно мы убираем кокурс с сахаристостью 17 процентов потом ждем когда ягода наберет выше большую сахаристость то есть 24 процента тогда начинается уборка уже на портвейн белый сураж да портвейн но особого сорта с ним оставшись один на один ощутите в секретах опорта свои нравы и судакских долин ощутите пришельцев жестокость твердость тавра в житейских делах ощутите дыхание востока и молитвы что слышит аллах ощутите что мир наш прекрасен в бесконечной нелегкой борьбе что кокуры в другой ипостаси рассуждают о нашей судьбе теперь переходим с вами к красному уже портвейну это наш седьмой образец портвейн красный крымский это вино также выдержано три года в прохладном подвале в дубовой таре цвет вина также плотный насыщенных темно-бордовых оттенков послевкусие достаточно мощная с мягкими замшевыми танинами есть терпкость незначительная а в финале уже появляются древесные нотки здесь объем спирта также 17,5 а сахаристость 100 немного выше чем в предыдущем но это еще допустимо не полки это уже с мясными закусками вино идет его принимают в промежутках между приемом пищи также подходит хорошо к этому вино выпечка сладкая ореховая здесь вот в аромате на первом плане когда выбивается чернослив сложный аромат подвяленная вишня варенье из черной смородины здесь какие-то финиковые ноты сейчас прослышны какие у вас рецепты мы декусировали много очень много напоследок у нас с вами остались десертные вина портвейны были более крепкие но менее сладкие а десертные пойдут более крепкие но более сладкие но менее крепкие сахаристость десертного вина начинается от 150 и выше и наш восьмой образец это кокур десертный сураж это много что здесь мускат нет здесь тот же кокур белый мускат я слышу прям четко но здесь также медовые оттенки кокур белый везде медово-пряные оттенки это тот же сорт винограда тут в портвейне он один это сортовое вино и вот в десертный то есть из одного сорта приготовлен неплохо называется здесь белая акация слышна такой сладкий сладкий изюм медовость есть айвовые ноты такая переспевшая груша ореховые нюансы конечно есть вкус мягкий послевкусие очень длительное кто-то сравнивает это вино с сиропом из шиповника он похож на сироп но не шиповник скорее всего ближе облепиховый только более сглаженный более такой мощный сглаженный ближе к этому может с шиповника немножечко с шиповником по-другому чуть-чуть да здесь сахаристость 160 грамм на литр объем спирта 16 ну конечно десертные вина в большом количестве не выпьешь как сухие пушопает как есть проверенный ну эти вина цели их совсем другая их оставлять напоследок украшать приятный вечер дружескую компанию кто-то кубик льда кидает в бокалы кто-то разбавляет можно взять 9 частей сухого вина и одну часть десертного вина это не получится мишанина нет ну белые с белыми нет полуслитка получается это получается все моносотовые или белые? нет не все херес у нас здесь 4 сорта модера тоже купаж портвейн красный крымский и все остальные все вон это ну и девятый наш заключительный образец это мускат розовый южнобережный цвет вина нарядный розовый для меня это вино праздничное здесь в аромате мы чувствуем варенье из лепестков розы такое варистое сладкое очень нотки шиповника шоколадно-кофейные какие-то оттенки здесь один сорт винограда мускат розовый тот же, что и в сухом мускате вкус уже полный вкус маслянистый идет поглубже да и послевкусие приятно сахар 200 здесь уже 200 сахара объем спирта 16 также такие шоколадно-ягодные в послевкусии молотки остаются ну я бы не знал тут 200 тут максимум 160-170 максимум не ощущается на вкус здесь я бы спробовал 200-230 сахара они были уже ближе к варенью здесь варенье я не ощущаю здесь она очень даже легкой для ассоисхаристы и мускатик приятно может мускатик так сговорит я просто не знаю как так получилось но это очень хорошо ну и напоследок конечно прочту вам еще одно стихотворение как описывал наш поэт этот сорт винограда мускат розовый в старинном парке где фонтана грезы у пышных ослепительных палат вдвоем ранней просыпалась роза и плакал впечатлительный мускат кокетка и мечтатель виноградный глухим дождям и ветру вопреки любви навстречу устремляли жадно пронизанные солнцем стебельки но как она была нетерпелива его восторг не желая знать она хотела тут же быть счастливой и царственную прелестью не стать она пленять и властвовать умела и верностью его пренебрегла пока он был зеленым и несмелым она под южным солнцем отцвела не удалив нещадного желания кляня свое лихое бытие мускат живет одним воспоминанием о хрупкости и свежести ее в тоске обняв колючие побеги все ищет он былой любви следы и розовой мечтой о пылкой неги тугие переполнены плоды а по весне опять все те же слезы хоть и пилок известен всем давно но дивным ароматом томная роза в любую стужу одарит вино ну и в завершении нашей небольшой экскурсии в мир вина еще хочу вам прочесть строки оставленные Максимом Борьким в гостевой книге когда он посещал подвалы головного завода в Массандре вот что он писал пила восхищался в вине всего больше солнца да здравствуют люди которые умеют готовить вино и через него вносить солнечную силу в души людей ну и конечно вы заметили что все виноделие оно окутано легендами и существует такой миф или вымысел что не человек выбирает вино а вино выбирает человека и если сегодня какой-то образец вина вам не особо пришелся по душе то знайте еще просто не время и вино не выбрало вас поэтому пробуйте дегустируйте наслаждайтесь в первую очередь и пусть со временем все больше и больше вин выбирают именно вас ведь у нас в Крыму для этого есть абсолютно все условия спасибо за внимание как правило солнечные они именно вот здесь в основном я пробовал в других регионах крепленные вины они не такие яркие как именно вот крымские поскольку я не перепробовал в Крымских они абсолютно все солнечные яркие насыщенные более цветущие а другие они более погрубее поскуднее зависит от региона это на мой опыт спасибо более разнообразно